Кроме профессиональных заготовщиков, ягодники-любители вышли на поля. Ягода вкусная и полезная, просто кладезь витаминов. Отыскать ягодные места в тундре отправилась Валентина Чибичек. Как только не называли морожку в стародавние времена. Очи болотного, болотный янтарь, болотный стражник, маховая смородина, северный апельсин, арктическая малина. И это единственная ягода, которая рождается красной. Созревая, она становится янтарной. У каждого северянина свои заветные места, где он собирает эту замечательную ягоду. И все они по болотам в окрестностях Наренмара, много ее в тундре по Лаевожской Усинской дорогам, начиная с третьего километра и дальше, особенно у моста через реку Северная. Принято считать, что собирают ягоды налитые соком. Спросите у любого ягодника, и они вам подтвердят. Да, именно такие собирают и сразу в рот. А в набирку, так называют емкость, куда кладут ягоды, набирают желтые плотные ягоды, причем сразу с чашелистиком. Такие в дороге не помнутся, а дома разложенные на бумаге созреют за сутки-двое. Когда с бумаги соберете желтые ягоды, чашелистики не выбрасывайте. Это мощное лекарство от сердца и простуды. Заваривать как чай и пить на здоровье. В ягодах же содержится большое количество полезных веществ – клетчатка, витамины. По содержанию аскорбиновой кислоты ягоды превосходят апельсины, а каротина в морожке содержится в несколько раз больше, чем в моркови. Я уже не говорю про фосфор, калий, железо и кобальт, и органические кислоты. Ягода с таким составом лечит много болезней и даже восстанавливает зрение. Народы Севера используют морожку для лечения цинги и авитаминозов. В начале лета, когда морожка цветет, я примечаю выгодные поляны. Ягода созревает через месяц, а при холодном лете – к началу августа. Враг у морожки один – ветер. Сдует цветы и нет урожая. Но уж если ягода уродилась, надо собирать. Можно варенье варить. Его в народе называют жуй-доплюй. Из перезревших мятых ягод хорошо сделать соки. Смешать с сахаром примерно один к двум. И сразу, пока желение обратимо не застыло, разлить по емкостям. Морожка необычайно богата пектином. При должной сноровке из золотистого желе можно столовым ножом вырезать фигурные украшения для праздничного стола. А еще ягоду можно заморозить. Зимой пироги с морожкой – милое дело. Вот такая ягода.